Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! При этом факторы, которые влияли на их деятельность, были общими. Укрепление курса рубля, санкционная война, высокая ставка Центробанка РФ, рост тарифов естественных монополий. Противостоять негативным тенденциям удалось не всем. Кто-то ушел в глубокий минус, а кто-то и в кризис вышел в плюс. В отчетности пермских компаний отмечается, что их риски напрямую связаны с политической стабильностью страны. Так, цитирую подписание в декабре 2016 года, соглашение о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК привело к росту цен на нефть с их последующей стабилизацией. И по прогнозам различных международных институтов, указанная тенденция сохранится до конца 2017 года и 2018 году, отмечают промышленные аналитики. На совместной пресс-конференции глава Чусовского района Сергей Белов и глава городского поселения Вадим Таций договорились об объединении городских и районных властей. В Чусовом пишет Краевая газета «Звезда». Цитирую принципиальное решение, уже есть городской округ с присоединением к нему всех сельских поселений. «Я думаю, что в ближайший год-два мы объединимся. Будет и экономия по чиновникам, хоть и небольшая, но это тоже плюс», сообщил глава района Сергей Белов. Он назвал одной из возможных трудностей для объединения неготовность некоторых сельских поселений присоединиться к городскому округу. Вот почему процесс объединения в Чусовом, скорее всего, займет еще не менее года, заключает Краевая газета «Звезда». Это была программа «Медиаполе». До встречи в эфире. Краевая газета «Звезда»